Сегодня у нас на повестке дня нечто действительно удивительное и загадочное. Рассказ об уникальном опыте бывшего анестезиолога Раджива Парти. Подготовьтесь к захватывающему путешествию сквозь границу реальности и встрече с невероятными явлениями, которые заставят задуматься над смыслом нашего бытия. На протяжении всего видео мы разберемся, какие тайны скрывает наша смерть и что находится за гранью этого мира. Будут ли наши души вечны? Давайте вместе попытаемся найти ответы на эти вопросы, а также узнаем, какие послания принес из-за гробного мира сам Раджив Парти. Я видел вас в операционной, когда моя душа вышла из тела и парила над потолком. Однажды сообщил мне один из моих пациентов. За четверть века работы анестезиологом я видел сотни больных, которые могли умереть в любую минуту. Некоторые из них рассказывали, что во время остановки сердца они видели какой-то свет, светящихся существ или умерших родственников. Я не верил в эти рассказы и рекомендовал таким пациентам обратиться к психиатру. Так происходило до тех пор, пока я сам не пережил что-то подобное, рассказывает бывший анестезиолог Раджив Парти. Борис онкологии Раджив Парти перенес несколько операций, а в 53 года во время одной из них пережил клиническую смерть. Во время клинической смерти врач убедился в том, что рассказы его пациентов о внетелесном опыте – это вовсе не забавные случаи из практики. Как и многие мои коллеги, я был врачом-материалистом. В день после Рождества 2010 года я почувствовал себя плохо. У меня поднялась температура, и моя жена отвезла меня в больницу. В тот же день мне была назначена операция. Я не возлагал на нее большие надежды. Болезнь меня измучила, и я готовился умереть, вспоминал Раджив Парти. Во время операции Парти почувствовал, как его сознание начало подниматься вверх. Сначала он наблюдал, как белоснежная поверхность потолка надвигается на него, а через мгновение он увидел своих коллег, которые склонились над его телом. Как и многие мои коллеги, я был врачом-материалистом, и то, что происходило со мной в описываемый момент, подчинялось каким-то новым физическим законам, которых я не знал. Где мой мозг и чем я думаю сейчас? Каким образом могу видеть, слышать, дышать? Такие вопросы донимали Раджива Парти. В какой-то момент Парти посетила догадка. Он подумал, что один из его коллег зачем-то подмешал в предназначенный для него раствор средства, которое может вызвать галлюцинации. Это объяснило необычное состояние Парти. Но потом он отмел эту версию. В итоге рассуждения убедили Парти в том, что душа человека действительно существует. Вчерашний врач-материалист не знал, что делать с этим открытием. Сможет ли он вернуться в свое тело или будет вечно блуждать по просторам Вселенной? А если он все-таки вернется и все расскажет, кто ему поверит? Сколько таких историй я слышал от своих пациентов, но пропускал их мимо ушей? Мои коллеги наверняка сделают то же самое. Или станут смеяться за моей спиной, что еще хуже. Потому что поверить можно только в то, что можно увидеть. А видеть духовное человеку не дано. Рассуждал Раджив Парти, находясь в операционной. Эти рассуждения были прерваны мыслями о родителях. В то же мгновение Парти увидел родительский дом, который находился за тысячи километров от него. Он наблюдал, как его мать и его сестра сидят на диване. Мать была в зеленом саре, а сестра в джинсах и красном свитере. Они говорили о том, что нужно приготовить чечевичный суп. «Мама, я здесь», – сказал Парти. В его сторону никто не обернулся. Парти попытался потрясти свою сестру за плечо, но рука прошла сквозь плечо, будто бы сестра была соткана из облаков или сам Парти был облаком. Парти наблюдал, как мать и сестра отправились готовить. Вдруг раздался лязг инструментов. Парти показалось, что он лишь повернул голову в ту сторону, откуда доносились эти звуки, и он снова увидел своих коллег. Он понял, что его сознание может присутствовать сразу в нескольких местах. Из книги «Умирить, чтобы проснуться». Я смотрел на мое тело и хирургов за работой, а затем на мою мать и сестру, мирно беседовавших на кухне. Я смотрел назад и вперед на эти сцены, пока они не померкли, как стремительно заходящее солнце. Мир погрузился во тьму, и на мгновение я возликовал. «Наконец-то я возвращаюсь в свое тело», – подумалось мне. «Но восторг быстро сменился страхом, так как с правой стороны я увидел стремительно приближающуюся ко мне далекую грозу, которая вскоре разразилась громовыми раскатами. На краю огненной ямы». Раджи в Пати вспоминал, что, преодолев тьму, он оказался на краю огромной ямы, которая была охвачена огнем. Он пытался отойти от нее подальше, но какая-то сила подталкивала его к краю. У меня не получалось ни отойти от нее, ни отвернуться. Меня несло к огненной яме, как по транспортерной ленте. В моей голове возникла страшная мысль. Это нарака. Так на хинди называют ад. И пока я тщетно пытался отдалиться от горящей ямы, мне показалось, что над самым моим ухом кто-то произнес. «Ты никого не любил». Я посмотрел по сторонам, но вокруг никого не было. «Но я также понимал, что эти слова были адресованы мне, и это было правдой», рассказал Раджи в Пати. Пати всегда отдавал себе отчет в том, что видит своих больных только источник дохода. Он относился к своим пациентам не как человек, а как робот, который не знает сочувствия. Пати проявлял показное сочувствие лишь к тем, кто мог оказаться ему полезен, у кого были связи и положения в обществе. Находясь на краю ямы, Пати вспомнил всех своих пациентов, с которыми он был груб. Например, среди них была пациентка, которая страдала от болей. Но ее душевная боль была сильнее. У женщины умирал муж от рака. Она ждала от Пати сочувствия и совета. Однако тот сказал, что его ждут пациенты, и ушел. Пати вспомнил, как его, потрясенный коллега, дрожащим от волнения голосом, сообщил родным о смерти своего пациента. Родственники обнимались и плакали, а Пати отрешенно наблюдал за этой картиной и думал, что его ждет еще одна операция, а потом он может пойти домой. Раджи в Пати подумал и о том, что он также был жесток со своей женой и своими детьми. Особенно плохо он обходился со своим старшим сыном Рогавом. Пати хотел, чтобы тот стал врачом и распоряжался жизнью сына так, как считал нужным. Теперь на пороге ада я понял, что упустил возможность исправить что-то в жизни, которая уже прошла. Я был обессилен и напуган. Я страшился будущего из-за того, что мне предстояло провалиться в эту огненную яму. В то же время я устыдился эгоистичного образа жизни, который вел и своего бесчувственного отношения к семье. Ситуация казалась безвыходной, но я все равно взмолился. Боже, дай мне еще один шанс. Краешком глаза я увидел свой второй шанс. И это был последний человек, которого я ожидал здесь увидеть. Хотя я часто думал, что уж он-то точно попадет в ад. Это был мой отец. Отец Раджива Парти умер 20 лет назад. Теперь в момент их неожиданной встречи он выглядел гораздо моложе, чем в последний год своей жизни. Отец Раджива был жестоким человеком, который наказывал своего сына не только словом. Но теперь сын увидел перед собой другого отца. Его глаза были наполнены любовью и покоем. Отец взял Раджива за руку и прошел вместе с ним через тоннель, в котором Парти увидел всех своих ушедших предков. Преодолев тоннель, я оказался один. Здесь я встретил существо, которое было похоже на ангела. Существо объявило мне, что я должен вернуться к телесной жизни, оставив работу анестезиолога и стать целителем душ. Другими словами, помогать людям с душевными болезнями. После этого я начал стремительно удаляться от этого места, пролетая над ослепительными полями. Я возвращался на Землю, чтобы изменить мир и свое отношение к нему. Мне казалось, что это будет мой первый осознанный день на Земле. Так описывал свои последние внетелесные переживания Раджив Парти, который после возвращения к земной жизни оставил свою работу и стал целителем душ.